Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Леруа. Это торговый центр Космопорт. Здесь привезли архипеечки. Их немного, но есть выбор. И стоят вот такие вот яркие-яркие полосатенькие. Рядышком крупноцветковый белый. Стоят несколько кустиков калипса. Калипса очень долго цветет, очень долго. У меня есть калипса, и вот я знаю, что он очень долго цветет. Что у калипса с кустиком? Ну, хороший. Кстати, кустики хорошие. Ну, тут, конечно, весь горшочек немножко не пойми в чем. И посажены непонятно, но вроде кора сверху. Ну, корешочки видны. Рядышком стоит Андорра. Их тут тоже несколько. И Брайт Майя привезли. И попугайчики есть. И вот эта красота желтенькая стоит с малиновой губой. Они стоят и в качестве Solid Gold. Вот там вот, дороже. И стоит вот кустик с одним цветоносом в качестве стандарта холинопсиса. Они стоят 422 рубля. И у него кустик хороший. Так что, если кому-то хочется такой желтый за 422 рубля, он пока здесь стоит. Красавец. А Solid Gold идут за 1077 рублей. Так. Да, 1077 рублей. А тут вот еще одна цена вроде была на Solid Gold как-то. Стоят несколько фронтер. Прям несколько. И в прошлом видео из Косторамы я постоянно то фронтеру назову Клеопатру, то Клеопатру назову фронтер. И вот почему-то у меня с этими двумя сортами, я их почему-то хочу переименовать постоянно друг в дружку. Вот эта фронтера. Где-то стояла фронтера. Она и сейчас где-то стоит в серединочке где-то с желтым еще фоном. А вот она. Потому что очень красиво, когда на ней желтенький фон еще есть, когда он еще не поблек. Вот она красотка. Стоит также Гетеборг. Я его запомнила. Я запомнила Гетеборг, потому что он очень похож на Ольборг. У меня был Ольборг, к сожалению. Он погиб от гнили. Скоропостижно скончался. И вот они очень похожи, но у Гетеборга более такой вот яркий и частый краб. И, кстати, большое спасибо всем, кто подсказывает мне название, кто поправляет меня в названиях. Всем большое спасибо. Для меня с тобой это очень интересно и полезно. Вот такой вот с венозным рисунком. Так, это Денвер или не Денвер? По-моему, это Денвер. Кстати, в одном из видео я снова оговорилась, что Денвер у меня ассоциация с Канадой. Денвер это, конечно, не Канада, это США. Да, ну вот так вот я его ассоциировала у себя с Канадой, чтобы запомнить название. Но вы на всякий случай погуглите Денвер, потому что вдруг я ошибаюсь, вдруг он похожий. И он тут не единственный, он, видимо, с прошлых завозов, а тут еще вижу такой же рядышком. Ну, это малышка, она тоже с одного из прошлых завозов. Она реально малышка, прям какая-то прям маленькая, хотя горшочек у нее довольно такой же, как у всех стандартов. Вот такой красивый тут стоит, очень красивый. Вроде бы как бы вполне приличная расцветка, бордовый краб, желтый язычок, губа, белый фон, но он очень красивый. Так, стало мне жарко в этой маске, дышать нечем. Стоят и Аркадий привезли. По-моему, если я не путаю, этот фаленопсис еще может называться Немо. Это сейчас мне пришло, пришли такие вот воспоминания навели на меня. Но я могу путать, но, по-моему, я не путаю. Но у этого фаленопсиса минимум три названия точно есть. То есть каждый производитель дает свое название. Ну и позади него снова желтенький с розовым, с оранжевато-розовым напылением, с оранжеватым язычком. Тут я что-то вижу интересное в крапинку, далековато оно находится, тут не хочу помять ни один цветочек. Так, а это мутантик. Сейчас я вам покажу мутантика. У этого мутантика хорошие корешочки, хороший кустик. И вот он, поставлю я его сюда. И он, кстати, с двумя цветоносами. Вот такой вот мутантик. Вот у него цветочек, который мутант. Вот губа, я не знаю, оторвалась у него губа или не оторвалась. Ну, вроде ничего не валяется в горшочке. Может, ее и не было. Может, и оторвалась. Но у него еще, видите, вместо трех, как они сыпали, по-моему, дальние, передние петали и дальние сыпали. Вместо трех их два, вот на низу и наверху. Чтобы было понятно, о чем я говорю, вот на эти цветочки, посмотрите. Вот здесь три, три дальних лепестка. Раз, два, три. А у этого всего вот раз и два. Всего два. Такой вот мутантик. Но он очаровательный. Очень красивый. Из-за того, что у него два цветоноса, я думаю, что он, наверное, идет по другой цене. Но цену я не вижу. И он стоит отдельно от всех А. Тут стоит, тут смотрите, тут есть еще ценник на фалинопсисе с тремя цветоносами. Они стоят 955 рублей. Ну, видимо, однозначно. Здесь у них два цветоноса. Однозначно у них цена будет другая и чуть дороже. Так. Вот такая красота стоит. Иногда очень хочется, очень, 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 даже сейчас вот смотрю, и очень хочется прям такую нежную, на первый взгляд, самую обычную красоту приобрести. Брайт Майя я не показала. Ну, тут перед Брайт Майей вот эти пятнашечки. Снова у меня вылетело из головы название. Фэнси, что-то там дальше есть еще. Какое-то слово. Вот их тоже несколько. Вот такой красавец. Оттенком очень похож на Нарбону. Но это вроде не она. По-моему, у Нарбоны нет такого венозного рисунка. Или же я ошибаюсь. Поправьте меня, если что. Он грязно-розовый. Может быть, он на экране выглядит розовым, но он такой грязно-розовый, такой же, такого оттенка. Вот стоит Брайт Майей. Их несколько, по-моему. Две я точно видела. Вот это. И еще где-то я в глубине видела. Что у него с птицком? Брайт Майей. Что это за Брайт Майей? Ну, наземная часть хорошая. Горшечная часть. Корешочки тоже есть, кстати. Вот они вот такие вот маленько подзалитые. Вот этот вот Привоз. Ну, в принципе, и корни хорошие, Брайт Майей. Горшечная часть какая! Она мне очень нравится, очень. У меня была Брайт Майя. Несколько лет назад она тоже погибла от гнили. И вот с тех пор я ее никак не куплю, но что-то меня постоянно сдерживает. Может быть, то, что у меня иначе получится. Вот возьмут они все, зацветут мои все, одним мигом, хором зацветут. И получится, что у меня сплошь желтый вкраб. Может быть, вот это вот меня сдерживает. Подошла я снова к Калипсо. Кстати, сейчас я покажу Калипсо Пилорик у девушки в руках он был. И я сняла, девушка позволила мне его снять, эту красоту показать вам. Вот такой еще Калипсо Пилорик стоял. Так, сейчас я его поверну. Вот он какой красивый. Очень красивый. Стоят стандарты, и вот Пилорик среди них был. Но его девушка уже отложила себе. Будет, будет в новом доме. И вот такой еще Пилорик стоит здесь, очаровательный. У него всего пара цветочков пока распустились. И еще два бутончика на подходе. Даже три. Один уже распускается. Причем я сначала подумала, что он подвятший. Поэтому у него лепестки такие питали. А потом, смотрю, нет, Пилорик. Кустик хороший. О, сколько у него корешочков. Горшочки не написанные снова. И в глубине я вижу вот эту нежнятину с желтым язычком. Также вижу это. Ну, это из... Кстати, она не одна. Там вот наверху тоже вот есть. И из прошлого завоза стоит похожий на пульсацию. Но это не пульсация. Я потом дома посмотрела то свое видео, где я сомневаюсь, пульсация вот эта желтенькая или нет. Или очень похожа. Действительно, это не пульсация. Просто очень-очень похожий сорт. Есть очень много похожих сортов. Вот это один из многих. Так, Солид Голд. В Солид Голд привезли попугайчиков. И попугайчики, и вот эти вот желтые с малиновым язычком. Которые я уже показывала. По-моему, они еще с прошлого раза стоят, эти попугайчики. Вот желтые, по-моему, с малиновым язычком привезли новенькие. А попугайчики, наверное, с прошлого раза. Ну, даже если не с прошлого раза, все равно костики хорошенькие. Состояние у них хорошенькое. Хорошенькое. Ну, здесь отцветают. Так, это все отцветашечки. Синие, синие крашеные тоже есть, конечно. И, кстати, вот еще один желтенький. Такой же яркий желтый. И вот еще желтый яркий, которые, как Солид Голд, идут дороже. И они даже их привозят. Вернее, они не такие. Они немножечко другие, эти фаленопсисы. У них еще присутствует и венозный рисуночек. Но их вот этот сорт тоже привозят, как Солид Голд, частенько. И тут я вижу что-то очень яркое. Вот такую яркую красотку вижу. Вот таких вот много. Темненьких. И на первой кассе стоят минички. Их я тоже сейчас покажу. Ну, а тут все стоят с прошлых завозов. Стоят отцветающие мельтониопсисы. И фаленопсисы есть отцветающие. И там вот вижу анцидиум отцветающий. Ну, это все прошлый завоз. Тут бедные и нобели тоже отцветают. И пока держится, пока держится дендорфаленопсис. Поларфайр. Хороший, кстати, кустик. Цена. Нобели 808. Другие нобели, одни нобели, они, видите, они идут по разной цене. 100 рублей разница. Какие-то кустики идут, как нобели стар класс. Другие идут, как Аполлон. 988 рублей. Ну, в целом... Ну, так как они отцветают уже, я не скажу, в чем разница. Но, по-моему, разницы никакой. Что у одного, что слева, что справа. По-моему, они одинаковые. Это, кстати, минички. Которые стоят на первой кассе. Среди них вот такая вот нежная, нежнятина такая розовенькая стоит. Бело-розовенькая. Сейчас я попробую вот так фокус наладить. Violet Queen стоит. Одна штучка. Была в бургунде, но ее уже купили. И стоят прям несколько, несколько раз, два, три, четыре, пять. Пять вот этих вот Tention Smart. Тот самый сорт, который... Пилорик, который... Который пилорик я купила в прошлую пятницу. Счастливая, радостная. Полосатенькие стоят. Стоят вот эти вот от фирмы Mini Flora. Матвейки. Как бы ее показать, чтобы... Вот, вот она. Вот она, малышка. Чудесная розовая малышка. И еще стоит вот такая вот розовая. У нее... Не знаю, на камере сейчас будет видно или нет. Ну, она какая-то нестандартная. Вроде бы как бы розовая. Ну, такое ощущение, как будто у нее вот по краю вот этот вот виднозный рисунок красивый кант образует. Наверное, на камеру это не видно будет. Но она очень красивая. И беленькая есть. В беленьких три штучки. Так вот, это... Это орхидеечки Леруа на сегодня. Сейчас я загляну в Ашан. А, в Ашане завоза нет. Но зато есть распродажа. Цены на фаленопсисы стали еще ниже. Ну, как ниже. Вот, 300 рублей за убитый фаленопсис. В то время как всего лишь за 122 рубля... На 122 рубля дороже будет стоить здоровый фаленопсис в Леруа. Ну, вот это... Это Ашан. Вот какие-то фаленопсисы стоят 200 рублей. Какие-то 400 рублей. Ну, тут бело-розовое облачко осталось в основном. Вот мультиплорочки. 250 рублей. Еще там вот вижу уценочку. Сейчас подойду к ней. Вот еще уценочка. И они тоже стоят 300 рублей. И это в основном вот те минички, те мультиплорочки, которые были на отдельном стеллаже в прошлых моих видео. Ну, это тоже все. Бело-розовое. Все отсветшее. Ну, все, наверное. А, тут еще и на дуге стоят. Те, что были на дуге. Вот некоторые фаленопсисы. Вот. Но уже непонятно, как они цвели. Ну, и там, в принципе, ничего такого особенного не было на дуге. Там только один фаленопсис был на дуге интересный. И то, это вот не он там стоит в уценке точно. Все. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам всем большое за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. оставляйте комментарии, не стесняйтесь. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочку на нее найдете под видео. И всем пока. До новых встреч. Я прошу прощения, я попрощалась, но снова включилась, потому что внизу, в самом низу, увидела еще и мини за 200 рублей. Тут вот они фиолетовенькие остались. И здесь стоят беленькие мини за 99 рублей. Может быть, что-то из них было желтеньким когда-то, но, скорее всего, это все беленькое. Даже вот этот вот коричеватый цветочек. Ну, состояние, конечно, у фаленопсисов ну вот, разное. Все. Теперь точно. Всем пока. Всем до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok